Капитальный ремонт детского сада в поселке Красный идет по графику. Сейчас там продолжается демонтаж ветхих конструкций, после чего специалисты приступят к основным работам. Когда двери учреждения откроют для малышей населенного пункта, узнал Иван Кутенников. Вопросом капитального ремонта детского сада в населенном пункте на недавнем оперативном совещании интересовался Александр Цибульский. О том, как продвигается работа, рассказал руководитель департамента образования, культуры и спорта Ниньского округа Илья Иванкин. Как у нас ремонт детского сада в Красном? В детском саду в Красном мы были на прошлой неделе, все идет в графике, подрядчик старается. Они завезли материалы, бригада уже заехала. Ну да. Детский сад практически полностью изнутри разлопал. Сейчас будет демонтажная работа. И действительно, работа на объекте кипит. Строители трудятся каждый день. Первая стадия, разборка здания постепенно завершается. Договор с подрядной организацией был подписан в конце июня. На сегодняшний день уже полностью демонтирована система отопления, а также электропроводка и вентиляция. 29 июня был заключен контракт с капиталстройного, с Абакаровым Аскандером. Так. Ну и начались работы. В принципе, остались вот стены и чердачные помещения. Демонтаж идет полным ходом. И сейчас в Дании, по сути, кругом лишь голые стены. И даже пол разобран до основания. Уже завозятся необходимые стройматериалы. И совсем скоро стартует следующий этап. Специалисты приступят к отделочным работам, как внутренним, так и внешним. Поручение отремонтировать детский сад Александр Цибульский дал в ходе своей поездки в поселок минувшей весной. Это первые масштабные работы по модернизации объекта с момента его постройки. Здание появилось в 1980 году. Оно представляет собой двухэтажное строение в кирпичном исполнении с железобетонными перекрытиями. Контракт на выполнение работ обошелся окружному бюджету в 35,5 миллионов рублей. При начальной максимальной цене договора в 52 миллиона. Качество ремонтных работ контролируют сотрудники централизованного стройзаказчика и специалисты департамента образования. Три раза в неделю они выезжают на место. По условиям контракта сдача объекта не позднее 27 октября. Только тогда около ста воспитанников поселкового детского сада вновь зайдут в уже обновленное здание. Иван Кутейников, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Продолжение следует...